Новости 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 По словам Игоря Гуськова, в Ростовской области это направление работы будет приобретать масштабный характер. Уже создано соответствующее управление и увеличена численность специалистов. Наработки школьников будут им полезны. Пять лучших макетов памятника группе «Битлз» отобрали в Ростове. Студенты донских вузов представили 27 работ. Лучшие из них выбирали Дмитрий Дебров и бизнесмен Евгений Маевский, который готов проспонсировать установку памятника. А телеведущий и известный ростовчанин Дмитрий Дебров является идейным вдохновителем проекта. Мы хотели бы, чтобы памятник этот представлял собой некоторое сценическое пространство, так чтобы по субботам, например, ростовские музыканты, самодеятельные поэты, литераторы, перфоматоры могли бы иметь совершенно бесплатную площадку для выражения своих эстетических взглядов. Вот он должен собирать творческую молодежь Ростова и собою являть среду обитания ростовского творческого человека. Оба уверены, что памятник «Битлз» необходим именно Ростову, который славится своими музыкантами. Из пяти работ, вошедших в финал конкурса, выберут лучшую. И по этому макету поставят памятник «Битлз» на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Соколова. Дончане смогут отдыхать в Крыму, по системе все включено. За это активно выступает Ростуризм. По словам главы ведомства Олега Сафонова, в приоритете сейчас развитие внутреннего и въездного туризма. Он напомнил, что по климатическим условиям Турция и Крым очень похожи, и полуостров может принимать в два раза больше отдыхающих, чем сейчас. Тем временем Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» составил свой национальный туристический топ привлекательности регионов России. Ростовская область занимает 33 место, набрав 42 балла. На первом месте Краснодарский край. В пятерке лидеров также оказались Республика Крым и Московская область. Победителем международного фестиваля стал спектакль ростовских актеров. Постановка «Тихий Дон» театра имени Горького получила высшую награду фестиваля «Золотой Витязь» «Золотой диплом». Всего участия приняли 200 постановок российских театров. Библию Донского края, как называют «Тихий Дон», высоко оценили критики, жюри и зрители. Напомню, это первая за 40 лет постановка романа Михаила Шолохова «Его земляками». Премьера состоялась в Ростове 24 апреля. Над спектаклем работали художественный руководитель Иркутского академического театра Геннадий Шапошников, российский композитор Алексей Шелыгин, главный художник Московского театра «Новая опера» Виктор Герасименко и другие известные театральные деятели. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации, радио «Тихий Дон».